13. Утренний парк заволокло лёгким туманом. Олег ёжился от сырой прохлады и нервного состояния. Он презрительно посмотрел на полупрозрачные облачка. «Это просто влага или какая-то ядовитая хрень с заводов?» — спросил он у Дениса. 14. Скорее всего, и то, и то. Денис зевнул и задрожал, привыкая к холоду. «Веди», — сказал Олег и полез в карман. Достал маску, натянул на лицо и вопросительно посмотрел на Дениса. Тот сделал то же самое. От парка до спальных районов они прошли пешком минут за десять. Людей на улице было побольше, чем в Синьевском. Практически все в масках. Многие сразу в рабочих куртках. Навстречу ребятам регулярно проезжали большие троллейбусы, везущие много хмурых лиц на работу. Один из случайных прохожих резко закашлялся. Его просто согнуло пополам. «Как ты тут вообще выжил?» — да и не только ты. Олег проводил взглядом кашляющего. Денису было интересно, что у друга под маской. Отвращение или понимание в свете состояния отца Олега. «Да вот видишь, выжил. Нас на улицу не очень часто выпускали. По часам. В корпусах системы очистки воздуха. И вообще интернат стоит в противоположной стороне от крупных заводов. Это разве что ветер задует. Тогда на улицу полный запрет». Денис и сам с интересом разглядывал улицу Серова. Он с пацанами ни раз и ни два сбегал за стены интерната, бродил по городу. Тогда это был ребенок. Сейчас уже нет. 18 — это уже почти средний возраст. Ну или не самый начальный. Если с 15 уже официально работаешь, то взрослеешь быстрее. Перед ними показались массивы многоэтажек. Денис помнил их вполне нормальными. Ну, дома и дома. Что в них такого? Люди живут, ходят с работы на работу, попивают возле подъездов, беседуют. Иногда эти два процесса даже бывают раздельными. В некоторых дворах были качели. Вот эта ценность. В данный момент ему все виделось иначе. «Давай через дворы», — он указал Олегу рукой направление. «Тогда быстрее придем». Олег кивнул и поднял повыше воротник пальто. Девятиэтажные дома вырастались стенами по мере приближения. Подъезды с унылыми дверьми и затоптанными палисадниками возле дома. На засыпанных листьями и травой площадках свежевыкрашенные детские горки и качели. Те самые. Денис отметил неухоженность дворов. В некоторых возле подъездов было более-менее. Такой подъезд и сам был аккуратнее. В этом прослеживалась рука самих жильцов. Большинство же территорий украшал мусор. Ветер как мог помогал, сгоняя его в углы, откуда никто не спешил его убрать. Денис не должен был удивляться. Он же видел все это и раньше. И так все и было. В нем, наверное, говорил дворник, сотрудник департамента уборки, для которого такая картинка была оскорблением. Выходившие из домов люди надевали капюшоны и, устаившись землю, шли по своим делам. Натаптывали более быстрые тропы среди дворов. Кто-то накидал в большую лужу камней. Хочешь, попрыгай по ним, проверь себя. Представляю, сколько здесь почтовых ящиков, глухо сказал Олег из-за маски. Далеко нам? Как закончится, ты сам увидишь. Выйдя из кварталов, они подошли к дороге, отделяющей территорию интерната. За ней, словно за защитным рвом, стояли стены. Местность с кварталами была чуть выше и можно было увидеть длинный пятиэтажный корпус интерната. Высокие стены из белого камня, окна, глаза с решетками, словно превращали его в крепость, придавали чувство надежности и защиты от любых внешних невзгод. Дождь, снег, град или разряды молний, неважно. Они все выдержат, от всего укроют. Именно так всегда ощущал Денис. Не тяжело? Спросил Денис, посмотрев на Олега. Нормально. Ночью, вернувшись в парковый домик, они обнаружили оставшийся рюкзак странника. Олег забрал его себе на спину. Содержимом не рылся. Ни из благородства. Некогда. Входные двери с резьбой, ведущие в другой мир. Мир, который Денис никогда не забывал, а иногда и видел во снах. Подсознание выдавало то, чего ему не хватало. Во сне можно было попасть в любую точку, любое время, когда он помнил себя счастливым, и хоть бы немного прожить давно ушедшие моменты из детства и юношества. Такие моменты он любил. Жаль не знал, какой именно ночью ему приснится то самое время. Вокруг интерната раскинулись газоны, укрытые тонким предом из листьев, опавших с выстроившихся рядом деревьев и как будто охранявших здания и его жителей. Не обошлось и без цветочных клумб. Денис вспомнил, как сам возился с лопатками и граблями. Что за цветы они сажали, он уже и забыл. Посмотрел на клумбы, но в желтый сезон уже не определишь. В какой-то миг ему в нос даже пришел их аромат. Они подошли к высокой кирпичной стене. Олег задрал голову вверх. «Ну, допустим, интернат мы нашли, а внутрь мы как попадем?» – с ухмылкой спросил он. По Денису было видно, что это место он знает как никакое другое. Только не говори, что у тебя вечный пропуск. Да и стоит ли светиться? Не трясись, светиться не будем. Мы попробуем по-другому. Проще и быстрее. По-другому это как? Как говорится, умный в гору не пойдет. Умный гору... Пошли за мной. В бледных утренних остатках тумана две фигуры обошли территорию сбоку. Денис пошарил взглядом вокруг. «Что ищешь, Дэн? Еще один туннель?» Денис не ответил. «Возле стены росли огромные кусты. Он нырнул в один из них, пошуршал и вылез с мотком веревки в руках. Смахнул с нее мокрые листья. Надо же, до сих пор лежит. Пользуется, наверное?» Олег покрутил в руках веревку, на конце которой был привязан металлический штырь. И как это цепляется за стену? «Там наверху из стены торчит арматура. Мы еще специально даже подчищали. Вот если примерно в этом месте забрасывать, то зацепимся». Олег жестом показал. «Демонстрируй». Денис волновался. То ли воспоминания, то ли не хотел опозориться перед другим. С первой попытки почти получилось. Металл скрижетнул, но веревка свалилась обратно. Зато со второй зафиксировалась отлично. Денис не без труда вскарабкался на стену. Да, он потяжелел со времени последнего перелаза. Олег тоже пыхтел, и Денис подал ему руку. Потом мы скидывали веревку обратно в куст. А на территорию, по дереву. Денис взялся рукой за ветку массивного дуба, росшего вплотную к забору. А когда отсюда на улицу выходили, еще веревка была, раз это под кустом. Да просто спрыгивали. Пожал плечами Денис и поставил ноги на ветке дерева. «А я смотрю, ты не прямо такой, каким кажешься», — прошептал Олег за спиной. Он и Денис, спрыгнув с дерева, шли гуськом. Нужно было передвигаться как можно бесшумнее. Что ты имеешь в виду? То и имею. Сначала вспыхнул на меня там во дворе, хотя я твоей Жене ничего обидного не сказал. Теперь вот незаконное проникновение в интернат по твоей схеме. Растешь в моих глазах. Того, когда Ди перестану тебя, как ребенка, за ручку водить. «Она не моя!» — шепот стал громче и раздражительнее. Денис посчитал, что отрекается от Жени и предает ее своими словами, но ему казалось, что так сказать необходимо. Он сам не понимал, почему стыдится своей симпатии к Жене перед Олегом. Разве это что-то такое обидно детское или совсем не мужское? Вроде бы нет. Денис отгонял от себя эти мысли. Им нужно было думать сейчас о другом. Ирина Николаевна уже будет на месте. Денис не сомневался. Как проведение свыше, ему было послано подтверждение. Свет в окне ее кабинета горел. «Не твоя так не твоя», — сказал с улыбкой Олег. «Не надо так близко к сердцу принимать все, что я тебе говорю. Я на нее никаких планов не имел и не имею. Типаж не мой. А вот наш новый знакомый что-то прям постоянно рядом с ней. Она вроде его проводник или кто там, но может он на нее глаз положил». Дениса это задело. Действительно, никаких гарантий нет. Тот-то он с ней такой обходительный, воспитанный, вечно смотрел на нее, как голодный на пищу. Олег почувствовал, что Денис напрягся и мысленно обматерил себя последними словами. Задевать Дениса ему совсем не хотелось. Даже наоборот, поддержать. Но хочется как лучше, а получается... Да не обращай внимания, Дэн. Я просто так языком треплю. Хотя нам надо без лишних звуков пробраться внутрь. Внутрь же? Забыли. Да, внутрь. Вон вход, за которым сразу лестница. Учителя обычно заходят оттуда, и пока все не придут, то не запирают. Денис помнил, что кабинет воспитательницы находился в правом крыле второго этажа. Он остановил Олега, который по незнанию порывался подняться на этаж выше и без слов позвал его за собой жестом руки. Денис приоткрыл дверцу, ведущую с лестничной клетки в коридор. Убедился, что никого из персонала нет, и медленно пошел вперед. Олег, озираясь назад, последовал за ним. Как-никак, ему пришлось признать, что тут Денис ориентируется лучше него, и сейчас именно Денис хозяин ситуации. Быть на второй роли, роли ведомого, Олегу было непривычно, но что поделать, остается только следовать за ним. Приспособиться к ситуации не значит проявить слабость, наоборот, это возможность открыть в себе новое. Надо будет эту мысль рассказать Денису, пусть тетрадку запишет, думал Олег. Для Дениса коридор ничуть не изменился, остался в прошлом. Олег же, видя обшарпанные обои и тускло-мерцающие пластиковые лампы-трубки, представлял протянувшееся узкое помещение, как длинный тоннель из тех шахт под домом, в которых им пришлось побывать. Лампы отбрасывали белый свет, но освещали далеко не все уголки. В воздухе будто витало дыхание одиноких детских душ. Полы покрывали ковры с разными узорами, они немного разбавляли холод стен и согревали оттенками. Проходя мимо комнат, где спали дети и подростки, Денис прикладывал палец к губам, и они старались не издавать лишнего шума. Их сердца бились в такт каждому следующему шагу, подобно стрелке часов, которая ведет отсчет. Денису казалось, он сам только что вышел из такой спальни и скоро будет с друзьями носиться по этому коридору во время свободных от занятий минут. Дежавю! Так называлось это чувство, если он не ошибался. Они шли осторожно, надеясь, что никто внезапно не выскочит из спальни, и наконец дошли до двери Ирины Николаевны. Денис остался верен себе и из приличия постучал в кабинет номер 12 с именной плашкой, гласящей «Ирина Николаевна, старший воспитатель Серовского детско-подросткового интерната». Дверь не открыли, и после следующих двух попыток. Денис помнил, что видел снаружи, как свет в кабинете горел. Он обхватил холодную металлическую ручку и потянул на себя. Дверь поддалась. Ирина Николаевна, сёр, просунув голову внутрь, Ирины Николаевны на месте он не обнаружил. «Раз открыто, значит точно тут», — подумал он. «Скорее всего, делает обход, или по другим своим делам». Один за другим они прошмыгнули в кабинет и закрыли за собой дверь. Оба с облегчением выдохнули. «Ну, вроде вышло». «Ух, ну и ссыкотно же было», — облегчённо выдохнул Олег, через улыбку освобождая всё накопившееся напряжение. Кабинет был освещен и смотрел огромным окном на задний двор, где они мгновенья назад проходили и старались быть незамеченными. Фотографии на стенах свидетельствовали о прошлых воспитанниках приюта, которые были отпущены в жизнь в момент совершеннолетия. Денис прошёлся вдоль фотографий и нашёл свою группу. Их улыбки и грусть остались сохранены на фото. Напротив стены располагался стол с множеством цветных папок и документов, аккуратно сложенных в углу. Увидев диванчик, они не удержались и сели на него. После часов в депо, в автобусе и драки, его оранжевая обивка приятно обхватила их тела. Олег обратил внимание на открытую комнату за стеной. В ней при входе стояла вешалка с женской курткой. Ему стало интересно, что там. «Это комната для бесед», — объяснил Денис. Ему хватило одного заинтересованного взгляда Олега, чтобы понять очевидный вопрос. В этой самой комнате для бесед лежал широкий зелёный ковёр. Полукругом стояли причудливые разноцветные мешки с вмятинами. Таких Олегу видеть не доводилось. «А что это за штуки?» «Это вместо сидений. Они мягкие, и в них быстро засыпаешь». Внезапно они услышали шаги в коридоре, и их сердца на мгновение замерли. Переглянулись. «Прятаться? Куда?» Но думать было уже некогда. Дверь открылась, и в кабинет вошла Ирина Николаевна, женщина с пшеничными локонами в очках и строгом костюме. Денис будто по команде встал с дивана. «Денис?» Ирина Николаевна. На его глаза навернулись слёзы. Он медленно шагнул в её сторону, но женщина сама быстро подошла к Денису и обняла. Он чувствовал руки близкого человека, который готов в любую минуту выслушать и поддержать. Отодвинувшись, она внимательно рассматривала Дениса. Проверяла, никто ли его не повредил, и такой же он, каким уезжал из интерната. Ссадили на Денисовом лице, вызвали у неё горечь. «Как вы сюда попали?» Она покосилась на Олега и внимательнее присмотрелась к Денису. «Как ты вообще здесь? Что-то случилось?» Хотя это даже не вопрос. «Это же родные стены, они всегда меня пропустят», — ответил Денис и смахнул слезинку со своего потрёпанного в драке лица. «Знакомьтесь, это Олег, мой друг из Синдевского. В департаменте уборки с тобой трудится?» «Не совсем, он на почте». Ирина Николаевна помолчала, по очереди глядя на каждого. Затем подошла к двери кабинета и закрыла замок. Прошла за свой письменный стол, уселась, как Денис видел её тысячи раз, и сказала «Ну давайте, рассказывайте». Денис начал со своей ситуацией с Ивановым. Ирина Николаевна хмурилась, иногда сильно сжимая губы. В моменте про помощь Олега посмотрела на него, но без особой радости. Когда рассказ перетёк в ситуацию с Женей и Странником, она попросила Дениса остановиться. «Да уж, ситуация», — выдохнула она, и вдруг, вместе с выдохом, поникло всё её тело. «Я-то так надеялась, что ты будешь жить там спокойно. Работать в более простом месте, чем наши заводы или служба безопасности. Такая вот служба оказалась как раз для тебя. Ну вот ты попал в ситуацию, да ещё и не один». Она пронзила Олега взглядом, и тот удивился, мол, «Я-то тут при чём?» Но с другой стороны, в этом тихом месте такие люди, как Иванов. Все эти махинации со стеклянной тарой. «Но я даже рада, что ты нашёл друга, пускай и не в самой лучшей ситуации. Могут ли вас здесь в Серове искать?» «Может быть, но, кстати...» Она не договорила и задумывалась о чём-то. «Ирина Николаевна, а вы не знаете про специальный диспансер?» — спросила Олег с дивана. «Диспансер?» Она сильно нахмурилась. «Так, чтобы знать, не знаю, но разговоры, конечно, были. Это полностью закрытое учреждение». «А где находится?» «Вам зачем?» «Денис, ты же не собираешься туда идти?» «Зачем?» «Нам нужно найти и вытащить одного человека», — быстро сказал Денис и нарочно выдержал возмущённый взгляд Олега. «Так надо», — говорил он ему мысленно. «Ей можно доверять». «Вытащить?» Ирина Николаевна от возмущения встала из-за стола. «Денис, это уже не что-то надуманное или подставное. За такое тебя упекут вместе с новым другом». Но Денису трудно было подбирать слова. Ирина Николаевна ещё раньше через доверие отучила его врать себе. «Понимаете, по-другому ну никак я обещал помочь одному человеку». Воспитатель грустно улыбнулась и покачала головой. «Ну да, как же я сразу не догадалась?» Денис покраснел. Олег расплылся в довольной улыбке. «Но всё равно я не могу тебе позволить просто так взять и пойти в опасное место. Кроме того, вам же надо спасти друзей. А вы не знаете, кто мог их похитить? Или может где находятся? Обратиться в СБ, сами понимаете, не вариант. Не для нас. Не для пропавших». Ирина Николаевна заходила по кабинету. Остановилась возле фотографий. Какую из них она осматривает, было непонятно. «Денис, а ты не помнишь старшие курсы? На два года старше тебя». «Ох, Ирина Николаевна», – выдохнул Денис. «Мы для таких были, что пыль, только мешались. И рядом с ними особо не ошивались». «Ну да, ну да, ты прав. Ничего, это не важно. Значит так. Давайте оба в комнату для бесед. Я вас там закрываю. Потом я договорюсь кое с кем, чтобы с вами встретиться. Этот человек сумеет вам помочь». «Уверены?» – спросил Олег. «Если не сможет, то никто не сможет». Они оба помолчали. Щелкнул запираемый замок. Шаги Ирины Николаевны стихли. «А у тебя со здоровьем проблемы?» – спросил Олег. «Да нет, вроде», – удивился Денис и посмотрел на него. «В смысле проблемы? А чего ты тут не остался, в Серове? Вроде в другой город переводят или по здоровью, или на какую-то конкретную работу. Ну ты вроде не управленец, хоть и похож на умника. Ну вообще…» – Денис сам напрягся, припоминая. «Меня реально по справке перевели. Дворником можно работать и в Серове. Но когда я пришел в распределитель, меня там забраковали. Хотя не помню, чтобы я как-то особенно болел или мне было трудно на улице. Но фиг его знает. Наверное, что-то нашли». Олег покивал. Ирина Николаевна вернулась минут через 30, если не больше. Ребята уже откровенно заскучали, особенно Олег. Или больше нервничали. Наконец ключ в двери повернулся, и к ним вошла воспитатель. Поставила на белый столик большой поднос, накрытый полотенцем. «Где-то через пару часов сюда придет нужный человек. Здесь вы побудете в безопасности. Вот принесла вам поесть. Столовая как раз столько приготовила. Учитывая ваши приключения, вряд ли вы где-то нормально питались». Денис тепло ей улыбнулся. Ему была знакома такая забота от Ирины Николаевны. Он осознал, насколько в его уже самостоятельной жизни не хватает таких моментов, таких людей. «Не чтоб с ложечки кормили, а чтоб переживали, нормально ли ты поел». Олег буркнул «спасибо» и аккуратно взял себе тарелку. Пока они ели, Ирина Николаевна тепло смотрела на Дениса, иногда задавала вопросы про его жизнь. Спохватывалась и спрашивала у Олега. «Ну, что-то дежурное вроде, у вас на почте не слишком длинный рабочий день?» Запивая сытный завтрак сладким чаем, ребята немного расслабились. Воспитатель извинилась, отошла решать рабочие дела, пообещав скоро вернуться. Дверь заперла. «Эх, не все так плохо», – Олег растянулся на крестомешке. «Если только не вспоминать, что за этим кабинетом мир, который нам не очень рад. А дома отец?» Его лицо нахмурилось. Денис встал размяться. Увидел на полке стопку картонных карточек. Подойдя, заглянул в них. «Давай отвлечемся», – предложил он Олегу. «Тут вот набор вопросов. Позадаем друг другу». Олег скорчил кислую мину, но не отказался и кивнул. Денис отдал ему половину колоды. «Чего вы боитесь, живя самостоятельно в городе?» Вытащив случайную карточку, прочитал Олег. Денис задумался. «Ну, в данный момент вопрос неинтересный. А как бы ответил раньше? Стать безвольным. Знаешь, вроде пришел пацаном на работе и обязан быть на вечном подхвате, прислуживать, опасаться старших, выполнять всякие напряжные поручения. Вроде и несложно сбегать за ключом или инструментом, но в душе чувствуешь себя униженным». «Понятно. Давай теперь ты». Денис вытащил карточку из середины стопки. «Как вы видите свое место в обществе?» Олег пожал плечами. «Да так и вижу. Как все. Работаю, выполняю свои обязательства, получаю за это зарплату. И на нее живу». «У меня есть претензии, сам знаешь. Но это такие моменты, более личные что ли. Хотя коснуться могут каждого. Мне мое место в обществе подходит. Мы же живем, не умираем, едим, одеваемся. Вот пошире бы возможности это да. Чтобы я мог позволить себе попробовать разное лечение, как с отцом. А так, почтальон ничем не хуже других. Без писем никому не хочется остаться. Ну и так, наверное, каждый. Если все будут думать, как бы сменить побыстрее положение, то кто будет выполнять работу? Не знаю, как там у предков было, но наш вариант выглядит нормальным. Хотя я и других не видел». Денис медленно покивал, переваривая услышанное. «А у тебя другое мнение?» – поинтересовался Олег. «Вот пытаюсь сам себе ответить. Ты в целом прав. Дворник считается простой профессией. Нам платят чуть меньше, чем другим. Но если те же дворники перестанут выполнять свою работу, из-за того, что им платят меньше, то тут же все возмутятся. Почему же мы живем в мусоре с вонючими дворами и подвалами? Все выполняют свою работу и все живут. Можно ли сказать, выживают? Может быть. Но не так уж все ужасно». Помнишь по истории, сколько у предков было всего? Но это лишь порождало проблемы. Могли тратить ресурсы, лишь бы самим получить кредиты и не дать получить их другому. У нас как-то все проще. Вот дом, работа. Да какие-то вещи стоит развивать. Тот же спорт, медицину. Но если бы не вся эта ситуация с Ивановым, я бы продолжал ходить на работу и не считать себя страдальцем. «А не хотел бы стать кем-то из руководства ЖЭУ?» – усмехнулся Олег. «В первую секунду хотел бы. Но как представлю всю ответственность, сколько нужно всего учитывать? Может, не зря нас распределяют? Кому-то может за счастье носиться везде, вести отчеты, отдавать команды. Зато можешь свободнее куда-то поехать. А куда? В Серов или Карпинск? Или в Карпинск или в Серов? Вот это да, разнообразие. Ладно, давай следующую карточку. Время за этой забавой ускорилось. В коридоре раздались приглушенные шаги. Ленивую усталость как рукой сняло. Открылась и закрылась дверь в кабинет Ирины Николаевны. Снова защелкал замок. В комнату вошел сотрудник службы безопасности.